Добрый день, уважаемая Ирина. Добрый день, уважаемые телезрители. Устраивает ли КПРФ законопроект об ужесточении антиалкогольных законов? Нас устраивает сам факт того, что Государственная Дума обращает внимание на эту тему, поскольку сегодня общество стонет от алкогольной зависимости и страдают семьи, страдают предприятия, организации. Наряду с тем, что существуют определенные запреты в этой области, вместе с тем еще и работают разного рода наливайки, в которых просто погибают наши соотечественники. И необходимо сейчас дать возможность молодежи получить альтернативу от пивной бутылки, спортивный зал, либо спортивный снаряд, либо интересные мероприятия, связанные с развитием молодежи. Мы приветствуем и будем поддерживать все начинания, связанные с тем, чтобы ограничить общество от употребления алкоголя. И я, пользуясь случаем, призываю всех последовать моему примеру и максимально ограничить употребление алкоголя в своей жизни. На ваш взгляд, какое наказание должно быть установлено за продажу алкоголя несовершеннолетним? Только штрафы, которые вы собираетесь увеличить в 10 раз, или, может быть, речь идет и об уголовной ответственности? Достаточно тех наказаний, которые звучат сегодня. Главное, чтобы они были неотвратимы, чтобы общество контролировало каждый случай, связанный с нарушением действующего законодательства. Если это будет происходить, то я уверен в том, что представители торговых точек не будут позволять себе нарушать закон и продавать несовершеннолетним алкогольную продукцию. Парламент планирует запретить рекламу алкоголя в сетевых СМИ. Как вы к этому относитесь? И, может быть, стоит расширить этот запрет еще и, например, на социальные сети, которые подростки посещают гораздо чаще, чем в СМИ? Мы будем приветствовать любые ограничения, в том числе и в социальных сетях, потому что нет необходимости рекламировать алкоголь. И существуют традиции, которые порою перерастают в злоупотребление. Когда, допустим, после тех или иных праздников наша страна не может выйти из алкогольного синдрома, алкогольного состояния. Поэтому мы поддержим любые начинания в этой области. И, может быть, они должны быть где-то интересны, креативны и не направлены на запрет, а может быть, где-то и в шутливой форме высмеивающие людей, которые употребляют алкоголь и пропагандирующие здоровый образ жизни. Владимир Иванович, Вы сказали о праздниках. В России регулярно проходят массовые мероприятия, музыкальные, спортивные фестивали, которые спонсируют алкогольные компании. И их посещают в основном молодые люди и дети. Вот, может, стоит запретить такое спонсорство? Может быть, может быть, да. Стоит и запретить, поскольку порою это превращается в такие мероприятия, после которых остается мусор, грязь и драки, разбитые бутылки. И, наверное, надо как-то поднимать уровень нашего общества и все-таки находить другие способы и возможности проводить те же рок-фестивали на других каких-то основах. И, наверное, комитету по культуре надо посмотреть возможности, при которых можно будет проводить разного рода фестивали, не используя пивные и другие алкогольные компании. Сегодня на вашем заседании прозвучали такие неприятные данные, что в России дети начинают употреблять алкоголь уже даже не в 15, не в 14, а в 11 лет. Вот, может быть, в этом случае должны нести ответственность родители? Ну, несомненно. Родители – это одна из, так сказать, частей нашего общества, которая отвечает за состояние молодых душ. Но не только родители, и средства массовой информации должны нести ответственность, и общество должно нести ответственность. Но, конечно, приоритет родителей. Вот я стараюсь своему сыну внушить, что нет необходимости употреблять алкоголь. Ему 15 лет, но, по-моему, удается ему объяснить самые простые вещи, чтобы он отдавал предпочтение спорту, книгам, науке, а не употреблению алкоголя и сигарет. Конечно, родители, дети всегда берут пример со своих родителей. Вот в связи с этим еще одна инициатива – не продавать алкоголь в ресторанах взрослым, которые туда пришли со своими детьми. Вот ваше к этому отношение? Ну, лично для меня нет никаких проблем в этом плане. А, наверное, гражданам, которые употребляют алкоголь вместе с детьми, ну, надо посмотреть, как это сделать корректно, чтобы действительно дети не брали пример в этом отношении с родителей. Ну, если это будет, допустим, сухое вино или умеренное употребление, может быть, и это надо разрешить. Ну, а если простое злоупотребление алкоголя, оно, конечно, смотрится очень нехорошо, когда пьяная мама или пьяный отец и маленький ребенок тащит его, пойдем, пожалуйста, домой. Это очень смотрится плачевно и неприятно. Какой международный опыт в борьбе со злоупотреблением алкоголя вы бы применили в России? Ну, как бы мы ни относились к Соединенным Штатам Америки, там есть очень хорошие ограничительные меры, направленные на то, чтобы ограничить употребление алкоголя, начиная от того, что фактически на улице нельзя употреблять алкоголь. Если ты появляешься с открытой пивной бутылкой на улице, тебя могут задержать и припровести в отделение полиции. И заканчивая мерами, направленными на запрет рекламы алкоголя, как то на телеканалах после 22 она разрешена, и другие запретительные меры. Ну, и привести, наверное, так сказать, к культуре употребления. Вот я повторяю о существующих наливайках. В шаговой доступности они размещены в наших городах, и там люди в удручающем состоянии находятся. И как бы мы ни писали, как бы мы ни говорили, они продолжают работу, травят людей паленой водкой. Вот это, конечно, необходимо исключить из нашей жизни. Владимир Иванович, ну, сейчас отвлечемся от алкогольной темы. Вот Госдума на пленарном заседании сегодня рассматривает отчет Центрального банка России за 2011 год. Какую оценку Банки России ставит ваша фракция, Банку России? Наша фракция заявляет о том, что Центробанк не стал той структурой, которая смогла бы дать позитивный толчок в развитии сельского хозяйства, промышленного производства. Вот представьте себе, для того, чтобы сегодня построить новое предприятие, необходимо 30% собственных средств. Затем необходимо привлечь третьих лиц, для того, чтобы они сделали ликвидный залог. То есть эти инструменты не позволяют развиваться промышленности и останавливают развитие. А, допустим, в мировой практике существуют ситуации, когда само предприятие является залогом и банк принимает его и работает с клиентом по обеспечению того, чтобы строительство происходило и шло развитие. К сожалению, те инструменты, которые призваны давать толчок развитию, кровеносная система нашей страны, она работает недостаточно хорошо. И те замечания, которые прозвучали в отношении Центрального банка, были, как мне показалось, восприняты Игнатьевым. И я полагаю, что многие моменты должны столкнуться с мертвой точки. А объективно сегодня не хватает кровеносной системы и для развития сельского хозяйства, и для промышленного производства. И эти вопросы, конечно, необходимо решать. Было поставлено много достаточно квалифицированных вопросов. И отраден тот факт, что Центробанк услышал, и я надеюсь, будет решать вместе с Государственной Думой те вопросы, которые стоят на повестке дня. Владимир Иванович, не могу обойти стороной запросы СКА в Госдуму с просьбой лишить вас депутатской неприкосновенности. Эксперты считают, что Следственный комитет превысил свои полномочия, направив такой запрос. Это прерогатива Генпрокуратуры. Возможно ли встречные действия со стороны парламента и фракции КПРФ? И что же все-таки произошло в декабре? Какие именно ваши действия могут противоречить букве закона? Я хотел бы попросить сейчас эти все эмоции снизить и не нагнетать обстановку. Нет предмета для того, чтобы это делать. И я так полагаю, что здравый смысл возобладает. И у меня, в общем-то, никакой ни обиды, ни злости нет ни в отношении никого. И я надеюсь, и вот обстановка в Государственной Думе подтверждает, что, скорее всего, здравый смысл возобладает. И все эти эмоции вдух в сторону. Поскольку существует норма, которая защищает депутатов от подобного рода накатов со стороны правоохранительных органов. И я так полагаю, что она должна сработать. Другое дело, если рецидивист, убийца, либо кража крупных сумм денег, здесь, конечно, палата должна освобождать. В этом случае, когда противоречивые показания, противоречивые действия, я так полагаю, что все будет нормально, все будет хорошо. Владимир Иванович, спасибо за то, что уделили нам время. Напомню, на прямой связи со студией был депутат Госдумы, член фракции КПРФ Владимир Бессонов.